Здравствуйте, дорогие друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пасторы Пётр и Галина Беднюк. В программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей телепередаче присутствует замечательная наша гость, которая просто несёт благословения по всему лицу земли. И сегодня она с нами. Это Виктория Никитин-Шин, которая является президентом телеканала. И мы сегодня действительно рады просто вместе общаться и передать вам вот то послание, которое Бог вложил в нас. Тут наш личный опыт, который мы переживаем в хождении с Богом. И я хочу сказать тоже большое благословение и действительно радость, что наша семья, семья телеканала ТБН – это тысячи и сотни людей в разных странах. Я благодарна Богу, что Пётр и Галина, они многие годы являются также неизменными, верными, посвящёнными служителями и на телеканале, и здесь, в городе Братской Любви, в Филадельфии. И на самом деле Бог чудесен. Я каждый раз вижу исполнение, и меня это поражает до глубины души, потому что исполнение Божьего Слова. Когда к Иисусу Христу подошли апостолы, потрясённые словами Христа, так трудно богатому войти в Царствие Небесное. И они подошли и говорят, Господи, что мы будем иметь? Мы оставили всё, мы последовали за тобой. Что теперь будет? Как нам войти в Царствие Небесное? Будет ли у нас Царствие? Что будет происходить? И тогда Иисус сказал, что никто из тех, кто посвятит свою жизнь Царству Божьему и, может быть, оставит свою Родину или свои привычные крови, свой дом, свою семью на время, но никто из них не оставится обделённым не только в будущем, в жизни, в жизни Воскресения, в жизни Царства, когда мы будем с Богом лицом к лицу, но здесь, на этой земле, мы будем иметь в сто раз больше домов, друзей, матерей, братьев и сестёр. И я хочу сказать, что просто вот вы, ваша семья и другие наши друзья из разных стран, в том числе, являются частью большой благословенной семьи. Мне хочется, чтобы вот эта любовь Божья, которую Бог вложил и в ваши сердца, в моё сердце, мы много молимся и ходатайствуем о вас, наши дорогие зрители, чтобы вы ощутили то потрясающее переживание, которое имели апостолы с Иосифом Христом, которое приходит в сердца и жизни людей, которые присоединяются к Божьей семье. Признание, принятие, любовь, и что здесь вы дома. И сегодня тема, которую мы хотели как раз поделиться и осветить в общении, посвящена очень важному, действительно, созданию семьи. Потому что создание семьи, это как бы уже испокон веков люди понимали, что это один из ключевых и таких центральных вопросов для человеческой жизни. Мы знаем, что в политике устраивали монархические браки, там на самом деле никого очень часто не волновало, любят кто-то кого-то, не любят. Они знали, что брак, соединение семей, они вступают в завет. Они вступают в длительные взаимоотношения, не только между семьями, между родами, между странами. Это играет колоссальная роль и влияние на то, как будут жить эти семьи, эти браки, эти народы. И в меньшем, может быть, масштабе, но это происходит в нашей с вами жизни. У американцев есть замечательная пословица, которая звучит так. Happy wife, happy life. Счастливая жена, счастливая жизнь. Если жена счастлива, значит, у тебя будет счастливая жизнь. Я знаю, что много пословиц, если мы откроем книгу-притч, там на самом деле, ну, понятно, что ее писал Соломон, поэтому много пишется и о жене, насколько это важно. Книга-притч заканчивается просто гимном совершенной женщине, жене, которая от Бога. И Соломон говорит, никакими сокровищами ты не можешь купить такую любовь и такую женщину, которая дана Богом. Эта женщина, она сделает тебя крепким, она будет служить своему дому, она будет благословлять тех, кто рядом. И в то же время в книге-притче также много-много замечаний, насколько тяжело жить в доме, где раздор, где ссоры, где жена, как капель, действительно разрушает мир, что лучше жить на кровле, чем с озварливой женой в углу. Мне кажется, что Соломон, имея 300 жен и сотни наложниц, я думаю, что он это понимал, наверное, имея даже свои роскошные дворцы и таких красивых женщин, ему хотелось куда-нибудь в угол на кровлю, как комар, потому что это крайне важно, с кем ты соединяешь свою жизнь. Интересно. И вот сегодня мы как раз с вами людьми, которые знают Бога, которые вырастили четырех детей, которые уже в процессе, так сказать, обретения внуков, и я поздравляю вас с вашей четвертой внучкой Анастасией, которая буквально недавно родилась, спросить, как вы наставляли и своих детей, и как пастора церкви вы наставляете молодых людей выбирать пару. Вообще, должен ли человек вообще искать этого в первую очередь? Что это значит? Зачем выбирать пару? Может быть, кто-то призван быть вообще один? И надо ли этого? Но очень часто я просто по своему опыту знаю, что и когда я была молодой девушкой, и уже когда мы были в служении с супругом, очень часто ты встречаешь людей, которые стремятся, безусловно, они переживают одиночество, и нехорошо, Бог сам сказал, быть человеку одному, но мы очень часто думаем, что другой человек, с которым мы соединимся, решит какие-то наши проблемы, восполнит какие-то наши нужды, пустоту, неустроенность, неуверенность, которую мы вынесли из семьи, я знаю просто некоторых совершенно замечательных девушек и парней также. Казалось бы, да, вот он неженатый, она не замужем, но они не могут быть вместе, потому что у него и у нее наследие такое тяжелое. Девушка, например, всем хороша, но встречая какого-то человека, она его просто отпугивает своей невероятной жаждой выйти за него замуж, за любого братья девушки. Вот, и это просто пугает людей, но ничего дурного нет в том, что она хочет быть счастливой, что она хочет кому-то помочь. И это правильно. И это правильно, и то, что молодые люди хотят жениться. У нас сейчас мы подняли этот острый вопрос, и буквально через несколько сюжетов мы вернемся к уже обсуждению и получению ответов. И хочется услышать ваши ответы и ваши мысли на этот счет, как наставлять молодых или зрелых людей, к чему их готовить, ради чего совершаются браки, что делать, чтобы брак был успешным. Друзья, вы в программе «Твой лучший день». И мы очень рады, что вы сегодня можете иметь самое лучшее время в вашей жизни. Виктория, спасибо за эту возможность, которую мы имеем, за ТБН, за всю команду, за то, что Бог дал такой чудесный инструмент Божий, как телевидение, чтобы достигать многих людей и делиться этими фундаментальными истинами о создании семьи, брака. Это так очень важно. И то, что вы задали вопрос, как семью создать, это несомненно, Господь сказал, что одному тяжело, поэтому двоим лучше. Но что интересно, есть хорошая новость, что даже если человек в силу каких-то обстоятельств, может быть, не попадается партнер, он решает посвятить свою жизнь для Бога. Вы знаете, Бог удивительный, чудесный Господь, дает такую благодать, которая у него есть. Для тех людей они могут служить Богу и быть счастливы. Поэтому в Боге есть всегда счастье, дорогие друзья. И семья, я хочу сказать, это дизайн и замысел Божий. Поэтому семья, я хочу сказать, очень быстро имеет предназначение. Иисус Навин сказал, а я и мой дом, моя семья, будем служить Господу. Поэтому, чтобы счастливая семья была, я сразу вам так скажу. Вы можете много накопить, познать много, как и Гелезиат сказал. Я многое познал и увидел, что во всем суета. Но боящаяся жена, боящийся человек и семья, созданная на страхе Божьем, у них всегда будет хорошо, у них зло их не постигнет, и они будут самые счастливые люди на земле. И вкратце я хочу сказать, мы уже с Галей прожили 33 года, и я считаю себя самым счастливым человеком на земле. Вы скажете, вы никогда не ссорились, не дрались. Нет, все было, вы знаете. Дрались, я думаю, недодрогие. Как в той поговорке спрашивает пастор после бракосочетания, через некоторое время молодых. Ну как вы молодые живете? Ну, говорит, как голуби. Один день голубка вылетает в форточку другу. Голубь, да. Вот, дорогие друзья, все прекрасно. Господь этот замысел создал, и это очень замечательно. Поэтому мы будем продолжать дальше. Да, я хочу возвратиться к тому, что ты о чем сказала, что на самом деле женщина – это потребность. Я помню, когда я служила на пасторской конференции, и женщины потом подходили и тихо говорили мне, чтобы никто не слышал, что они хотят замуж выйти. Я вам скажу, что я удивлялась, думаю, это не стыдно, дорогие сестры, это не стыдно, это нормальная потребность. Мне было бы удивительно, что если бы вы не хотели, это наоборот как бы страшно. Здрасте. Женщина сотворена на самом деле Богом для мужа. Это исключение для тех людей, которым дан Божий дар быть вот именно не замужем. Это только для них есть особая благодать. Если у вас нет особой благодати, то вы будете страдать, вы будете мучиться и на самом деле признать, и сказать, заявить об этом, что есть нужна. Это нормально, это даже правильно. Когда вы к кому-то обратитесь, чтобы за вас молились вместе, потому что этот вопрос дал Бог мне мудрость понять, что я себе выбрать не могу. И вот возвращаемся к тому, что женщины, вы знаете, что Бог работает по принципу большинства. Если муж выше, то он выбирает. Инициатива должна исходить правильно от мужчины. Вы не занимаетесь такой агрессивно, я ищу жениха. Вы перед Богом ищите Бога и ищите водительство, что вы будете, у вас будет ответная реакция. Но если вы увидели симпатичного мальчика, и вы уже влюбились, вы отдаёте своё сердце на истязание. Вы просто себя отдаёте на вот это просто терзание, которое сколько потом вы мучаетесь, а вам не дано от Бога это. Это неправильно, это дьявол издевается. Вы будете той, которая ответите на то водительство, которое Бог даст тому человеку, который будет то же самое искать Божьего лица и будет искать водительство. И я поняла, что я не знаю, я не могу придумать того человека, который принесёт мне благословение. И поймите, я наставляю так женщин, что может быть он суперхороший, но он не ваш. Очень важно знать, что вот это моё, и вот это моё на всю жизнь, и у меня другого варианта не было. И я думаю, как хорошо, что мы были научены. Были трудные моменты в начале, но для меня никогда не возникал даже этот вопрос, даже в мысль не приходил, что мы можем разойтись. А как понять, что он ваш? Или она твоя? Я верю. Допустим, я верю, это тоже для меня был очень важный вопрос, как я верю для многих и сейчас, дорогие друзья. Выбрать спутника жизни, я по крайней мере смотрел, и то поколение, в котором я жил, мы понимали, развод, даже такое слово не существовало. Я ни в коем случае не хочу упрекнуть кого-то. Нет, нет, Господь... Но я знаю одно, что мы понимали, что это выбор навсегда. Так оно и написано. Бог хочет заключить завет навсегда. И это очень важно, дорогие друзья. И как же прийти к этому? Как правильно выбрать спутника жизни? Очень просто. Уже было сегодня упомянуто. Утешайся Господом, ищи Господа, и Он исполнит желание сердца вашего. Если мы будем искать Царство Божие, искать Господа, пребывать в Нем, поверьте, Господь даст нам святые, хорошие желания. Вот, к примеру, о чем пастор Галина говорила, что замуж выходить – это не стыдно. Ну, просто не опережайте событий и не занимайте какую-то позицию, которая, допустим, вам не принадлежит. Будьте женщиной, будьте той, которая любит Господа, и Господь, Он пошлет в свое время. Вы знаете, Он пошлет. Поэтому Бог справедливый, Его Слово истинно и проверено уже и веками, и на сегодняшний день, что это работает. Когда мы доверяем свою судьбу Господу, Господь говорит, придай свои дела, и я твои предприятия совершу. Поэтому, друзья, не отчаивайтесь, у вас сегодня самый лучший день. И поверьте, с Богом, который есть самый лучший, все будет самое лучшее. Вы скажете, ну, у меня еще так не получается, я еще не вижу. Откройте свои глаза, поблагодарите Бога за то самое лучшее, которое вы сегодня имеете. Вы скажете, у меня нет лучшего. Неправда, дорогие друзья. То, что у вас есть, прекрасное, это от Господа. Воздайте Ему славу за это, и вы посмотрите, Господь вам приоткроет ваш духовный мир, ваши духовные глаза. Если вы будете благодарить, небеса просто откроются, небесные отверстия, и зальется еще больше благословения, которое будет благословлять вас, и не только вас, дорогие друзья. Вы будете в благословении, ваша семья будет в благословении, дети и так дальше. Я хочу сказать, что на самом деле это точно так же относится как к девушкам, женщинам, так и к мужчинам. Мы получаем достаточно много обращений, молиться от мужчин, которые не имеют еще спутницу, им тоже нужна богобоязненная, благочестивая жена, которая готова служить. И мне хотелось напомнить действительно, что человек ориентированный и любящий Бога, он готов служить. Он соединяется с другим не для того, чтобы только взять от него что-то, но чтобы привнести в жизнь и обогатить жизнь другого человека любовью, радостью, мудростью, какими-то умениями, что Господь дал, чтобы наполнить жизнь Царствием Божьим, которое находится в сердце человека. И сейчас вы увидите несколько сюжетов телеканала ТБН. Я приглашаю вас быть партнерами нашего с вами телеканала. Я приглашаю вас написать нам то, что вас заботит. У нас молитвенное служение вокруг зрителей телеканала. 24 часа в сутки молитвенные группы из самых разных стран возносят ходатайство за ваши нужды каждый день. И слава Богу за то, что Бог не дремлет, не спит, созидая каждого из нас. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Какая тема, которую мы сейчас раскрываем, и действительно мне хотелось заметить о том, что сколько мужчин не замужем, не женатые, и они боятся. Я удивляюсь, в Америке годы живут, и они хотят иметь супругу, но боятся. Они говорят, что женщины настолько материалистки. Они говорят, это создаёт такое давление, что я должен зарабатывать какие-то определённые деньги. Они боятся, что она не даст ему служить Богу, так как он хочет служить. И я смотрю, и я просто удивляюсь, думаю, почему вот такой действительно неправильный фокус у женщин, у многих смещён, они хотят, вот ждут от чего-то, или вот они слишком агрессивные, готовы, и он смотрит, что если она на него бросается, то он понимает, что она так же легко его бросит, когда что-то другое, другой вариант подходящий. Но я помню, что для меня был один самый главный критерий, наверное, самое вот, как бы, что видела. Для меня была самая отвратительная, это гордыня. Если я видела, несмотря на то, что симпатичный мальчик, и он подъезжает, и уже такой самоуверенный, что сейчас вот ты просто его ждёшь, я даже не отвечала. Я помню, была слишком груба, но я просто думаю, не позволю тебе так возноситься. Думаю, с этим человеком я не хочу прожить жизнь, потому что я знаю, это проблемы, и я была очень, как бы, обозревательная, обозревала семьи, и я помню, что я наблюдательная, да, и потому что я росла, довольно у меня старшие сёстры были, и я видела, как они с мужьями, я всегда смотрела, и для меня был этот очень важный вопрос. Взаимоотношения в семье, я понимала, что я не хочу. Я знала, что я хочу, и я знала, что я не хочу. Я помню, что я даже, мне было лет 15, даже, может быть, 14, как сейчас помню, я говорила, если женщинам бы разрешали проповедовать, я это вслух сказала, то я бы учила на тему, мужья любите своих жёны, не будьте к ним суровы. Много лет, ты прибыла в молчании, когда у меня было слово. Да, я вот так вот сказала, да. Но я хотел добавить, можно, просто подбодрить мужчин, вот, да, которые хотят, не бойтесь, как говорится, делать тот шаг. То, что кто-то там как-то смотрит материально, это одно. Вы доверьте свою судьбу Господу. Ваша задача, вы должны сделать со своей стороны. И всё будет хорошо. Вы должны искать. Господь говорит, ищите и найдёте. Кто нашёл добродетельную жену, цена её выше жемчуга. И Господь везде призывает, чтобы мы искали. И если будем искать, мы найдём. Но я вам хочу сказать одну важную истину. Ищите через Бога, с Богом, через вот это пребывание в Нём. Тогда вы не ошибётесь, никогда. Так поступая, Писание говорит, вы никогда не приткнётесь, ибо так откроется вам свободный вход в Царство Божие. И в то благословение, которое Бог предназначил для вас, Господь даст вам ту жену, если вы будете искать с Ним. Написано, кто нашёл добродетельную жену, то цена её выше жемчугов. И разумная жена, мудрая, устрояет дом, а глупая разрушает своими руками. Поэтому, дорогие друзья, глупых людей нет. Нам нужно принять Божью мудрость. И просто с мудростью подходить и к вопросу выбора спутника в жизни. Виктория, я чувствую, что есть люди, которые, возможно, слушают нас сегодня. И которые тоже стоят перед выбором, как найти правильного спутника в жизни. Я бы хотел за них помолиться. Давайте помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благословляем каждого человека, будь то мужчина или женщина, которые желают устроять семейный быт, Господи, дай сегодня веру и дерзновение, упование, исцели их душу, Господь. Может быть, прошлый опыт неправильный какой-то, Господи, восстанови. И, Господь, ты сказал, что они поднимутся в силе, Господь. Поэтому ты предназначил для них прекрасную судьбу, семью, которая будет служить тебе, Господь. Мы благословляем на правильный выбор с тобой. Пусть слово, которое сегодня звучит, Господь, оно достигнет каждого сердца. Господи, я благодарю Тебя, что Ты дал эту чудесную, возможность принять это семя жизни. Пусть это семя прорастет и дать всход и плоды в Царствие Твое во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хотела вот несколько слов сказать. Я еще, слава Богу, наверное, молодая мама, и дети мои еще не не женятся и не, надеюсь, не собираются жениться. У меня два сына, они подростки, восемнадцать и шестнадцать, и дочка четырнадцати лет. Но мы с ними молимся уже сейчас, и даже с друзьями мы откровенно говорим. И я постоянно детям напоминаю о том, что крайне важно, чтобы они сами слышали голос Божий, следовали его, могли различать, распознавать, различать голос плоти, как бы, да, наше желание, нам очень сильно чего-то хочется порой. Но насколько это полезно для нас, да, и Павел говорил, все могу, то есть вот мне, может быть, хочется там съесть килограммы мороженого, там шесть килограмм. Не полезно это, вкусно, но не полезно. И нужно, чтобы юноши и девушки, мужчины и женщины, чтобы у них были одинаковые базовые ценности. Одна из самых важных для меня, во всяком случае, черт в христианстве является то, что Бог побуждает нас изменяться, чтобы мы не были закостенелыми в своих привычках, в своих взглядах. То, что я считаю самое правильное, и пусть другой кто-то изменяется, но я не буду, потому что пусть весь мир прогибается под меня. Бог хочет, чтобы мы прогибались под Его Слово и под Его Закон. И этот Закон, Закон Любви. Да, и Он побуждает нас идти навстречу Ему, навстречу друг другу. Таким образом, это даст возможность этому союзу мужчины и женщины, парня и девушки развиваться в течение всей жизни, чтобы не было, что один уже продвинулся вперед, один уже реализует себя, а другой сидит и ждет у моря погоды, и он становится бременем, действительно, духовным, душевным, физическим. и очень важно, чтобы люди хранили правильные приоритеты. Я очень молюсь о том, чтобы дети сохраняли чистоту до свадьбы, до брака, потому что мир ставит все вверх ногами и считает, что нужно сексуальную жизнь сначала попробовать, а потом уже понять, вообще, что за человек. Но Библия учит нас другому. Нужно подружиться с человеком, нужно знать, что вы можете быть друзьями в болезни и в бедности, в горе и в радости. И это важные моменты, насколько вы сами хороший друг, насколько ваш будущий спутник способен быть хорошим другом, способны ли вы поддерживать человека, когда ему тяжело и так далее. Самые практичные, элементарные вещи, которые являются базовыми, я бы сказала, но которых очень часто нам не хватает. Мы думали иногда, что я такой красавец или красавица, и я весь такой, вот мне нужен достойный меня, но подумай, действительно ли, как тебя оценивают люди, которые рядом с тобой. Считают ли они тебя действительно хорошим другом, проявляешь ли ты себя как надежный товарищ, брат, как настоящий сын Божий. И для меня была очень яркая история свадьбы, на самом деле, женить бы Дерика Принца, известный служитель, просто действительно в Царстве Божьем одна из величайших звезд, и он женился на женщине, которая была старше его, я не могу сказать точно, мне кажется, не меньше, чем 15, может быть, 20 лет. Больше, по-моему. И он встретился с ней, будучи британским солдатом, когда она жила в глухой деревне, где она служила в Израиле детям, и в этом месте, ее дом был местом Царства Божьего, потому что ему сказали, ты придешь к женщине, которая будет молиться, чтобы ты получил полноту Духа Святого. она дала, эта женщина могла не просто брать от людей, она давала им больше, чем кто-то мог подумать, и духовное богатство этой женщины, ее сила, которой она служила Богу, она захватила молодого человека, так что эти жизни были соединены свыше, и они принесли огромный плод Царства Божьего. И я понимала, что если вы будете таким человеком, как Лидия, его первая супруга, или Руфь, вторая жена, где вы будете приносить Царство Божие, служа другим людям, люди будут тянуться к вам, и Бог будет решать все наши вопросы, все наши проблемы. Аллилуйя. Поэтому будьте благословенны, пусть ваш сегодняшний лучший день будет днем правильных решений, правильных устремлений, устремлений к Богу, и вы вместе с нами на телеканале Благих Новостей пишите, звоните, во время прямых эфиров мы молимся вместе с вами, и мы получаем потрясающие свидетельства славы Божьей. Спасибо вам огромное. Аллилуйя. Шалом. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин